Еще один вопрос по поводу, вы сказали, на диване они сидят. Ну сидят на диване, но ведь повесточки-то приходят, пока они замедлились. Но вот вторая волна мобилизации, по-вашему, пойдут на эту вторую волну мобилизации от Кремля, а ведь ее не поддерживают. Вот те, кто сидит на диване и в принципе хочет победы в войне, но не хочет сам участвовать. Вот как выходить из этого тупика? Давайте, Александр, более важное про Бучу. Вы сказали, что это не Путин там убивал, а вот эти вот солдаты. Да, я считаю, что десантники, которые убивали мирных людей, что они бандиты, преступники, и они, так сказать, людоеды. Абсолютно с вами согласен. Вы знаете, такие были и есть во всех войсках, во все времена и во всех народах. Вопрос, кто и как ими командует, как выстраивается вертикаль власти, что можно, а что нельзя в войсках. После того, что они накуролесили, там какие-нибудь разборки были, или же там героев России стали давать медали и ордена, вы понимаете? То есть от Бучи и от преступлений, от убийств в Бучи до Путина один шаг. Постоянно всякая сволочь, которая наделает преступление, Путин им медали дает. Вы обратите внимание на эту причину, следственную связь. И тем самым он, так сказать, это добавляет, как говорится, дровишек в эту машину убийства. Он, так сказать, дает фронт действия людоедам и всему на свете. Это его главная вина, это он выстроил так эту систему. А выстроена была бы по-другому, эти бы людоеды сидели бы и, наверное, бы даже в армии не служили. Потому что даже в армию был бы какой-то отбор, чтобы, так сказать, отмороженных не брать или выкидывать, увольнять их, потому что это психиатрия, это шизофрения. Таких убийц не должно быть в армии. Вот в чем дело. Это очень важный момент, вы понимаете? Работает система. И каждый человек внутри системы занимает свое место. Главное, что в России плохое, это плохая система. А если пропагандировать, что весь русский народ плохой, то вы тем самым подыгрываете, чтобы объединялся весь русский народ вокруг Путина. Вы понимаете? Вам это невыгодно. Нам невыгодно, мы констатируем лишь факты, ведь не только Буча, очень много других городов, очень много других военных преступлений. Но возвращаясь к вопросу, а не о моральной стороне вопроса, не то, что эти люди против войны, против того, что происходит. Они, как вы говорите, пьют пиво, съедят семечки и смотрят, болеют за тем, что происходит, как футбольный матч. Но тут возможность того, что они сами станут участниками, а еще и могут погибнуть. Вот они поддерживают то, что происходит, но не хотят сами в этом участвовать. Как будут выходить в Кремле из этого? Идти на непопулярный шаг или же вот этот свой ядерный электорат стараться не трогать до последнего? Но за счет кого тогда? Вот интересен ваш ответ на этот вопрос. Путин продолжает мобилизацию каждый день. Просто они больше не объявляют ее, вот как тогда, 21 сентября, чтобы не пугать народ. Каждый божий день ловят, так сказать, пацанов на улице. Люди, которые вот из Москвы приезжают сюда, говорят, слушай, а в Москве вообще-то и с трудом увидишь мужика молодого на улице. Практически нет. Вы понимаете? И так везде. То есть эта мобилизация идет каждый божий день. И мы слышим постоянно новости. Сейчас они, значит, пытаются там рассказать, что повестки рассылаем через портал госуслуг. То есть если ты по интернету получил повестку, ты обязан в течение двух недель явиться. На кого это рассчитано? На полных идиотов. И эти идиоты, конечно, среди них много ядерного электората Путина, безусловно. И поэтому тех, кого ловят и отправляют на фронт, и там, так сказать, без артподготовки кидают в атаку, большинство из них, конечно, так или иначе за Путина, точно не за Навального, точно они вот не за либерализм и не понимают, точно они все последние 20 лет смотрели телевизор. Да-да-да. Кто-то может даже злорадство испытать, чувство, что вот они, идиоты, вот вы и гибнете, идиоты. Напоследок, вот какой-то, да, на оптимистической ноте есть вот целая книга у Ходорковского, да, «Как убить дракона», есть рецепты, да, у того же Навального, мы помним, да, его сколько там, 15 или 12 шагов для России будущего. Вот по-вашему в целом, есть рецепты, как Россия должна перестроиться? И самое главное, жизнеспособны ли они? То есть это не какие-то ли опусы из слоновой кости? Путина убьет случайная пуля. Скорее всего, кого-нибудь из его охранников, которые ФСОшники, вот сейчас все они под контролем. Мне кажется, что тот ФСОшник, который убежал, Глеб какой-то там, да, мне кажется, он составляет казачок. Он рассказывает, что все ФСОшники очень любят Путина, а еще он рассказывает, что он точно знает, что Путин с Кабаевой живут. Вот это выдает его. Вот это выдает, что он с заданием пришел туда и несет вот эту пургу. Не может никто из ФСОшников знать, живет там Путин с Кабаевой или не живет. Ну, вернее так, вот этот связист ФСОшник не может знать. Может, там все-таки какая-то первая линия, так сказать, охраны, дежурная смена все-таки знает, когда там Кабаева входит, когда выходит, где она ночует. И то, там 33 выхода. Здесь вошла, здесь вышла, там хрен поймешь, где она вообще ночевала. Поэтому вот я считаю, что этот ФСОшник абсолютно засланный. Его задача рассказать всему миру и доказать, что Путин жив-здоров, Кабаева по-прежнему с ним, а мы с вами не знаем, может быть, это операция прикрытия, прикрытие чего, не знаю, да? И, что, как говорится, не дождетесь. И на мой-то взгляд, вот то, что, так сказать, они его заслали, этого Глеба, да, и то, что они ведут такой пиар, это для меня скорее значок, что значит там не все в порядке и со здоровьем, и со всем остальным. Ну, и в конце концов, Путина может хватить Кондратья на нервной почве. Ну, действительно, вот что-то такое на фронте или не на фронте произойдет, что он на нервной почве в больницу, так сказать, и на тот свет. Вы хотели оптимистичную ноту? Ну, вот, Александр, куда же оптимистичнее? Субтитры создавал DimaTorzok